Добрый день! Сегодня 10 мая 2021 года. Я читаю стихи, которые нам Галюша любезно предоставила. Как часто я в жизни чего-то боялась? Боялась, какой окажется старость, боялась жары и боялась простуды, боялась разбить дорогую посуду, боялась, что дело не сделаю к сроку, по-женски боялась судьбы одинокой, боялась на спешек и грубого слова, надежды напрасной и умысла злого, боялась, что люди за что-то осудят, боялась, будильник меня не разбудит, тревожила душу мне всякая малость, я даже бояться порою боялась, гадала, что завтра со мной случится, спеша, суетясь что-то в жизни решала, а жизнь проводила иные границы и в бездны иные меня погружала, да грузом забот неизбывных давила, но было, что было, а это осталось. Чего же тогда я так долго боялась? Но только на грани душевного страха мы жить начинаем без этого страха. Татьяна Славская вот так вот подводит итог прожитой части своей жизни уже, на самом деле, как многого зачастую мы боимся. Вот я теперь уже ничего не боюсь, вот ничего уже не боюсь, я не боюсь смерти, потому что спасибо Господи за мою счастливую и такую радостную жизнь. Но когда-то я боялась одинокой старости, я вам про это рассказывала, что я так этого боялась, что я оберегала своего мужа, как зеницу ока, чтобы только он пожил подольше, чтобы у нас все сложилось. А теперь даже и этого не боюсь. Я знаю о том, что на мой век мужчин хватит, вот одна точно не останусь. Насмешек и грубого слова я как-то никогда с самого детства не боялась и вас еще. Нам не важно мнение, пересуды людей посторонних, мнением которых мы не дорожим. Вот когда учитель сделал какое-то замечание, оно было, наверное, для меня весомым. Но я ученица была хорошая, меня практически никогда не критиковали. Но если бы критиковали, наверное, это бы имело значение. Поэтому разговаривайте с детками, со своими, как они реагируют на слово учителя. И с учителем поговорите, чтобы их не ругали, чтобы не ругали, а чтобы их поддерживали, чтобы не боялись они этого учительского слова. Да, то, что будильник не разбудит, во мне до сих пор. Кстати, это есть. Я обычно перед полетами ночь не сплю, если летим с утра. Всю ночь, каждый час просыпаюсь. Я никак с этим не борюсь. Я решила, ну и пусть, зато на самолет не опоздаю. И когда мы с девочками, вот в последнюю поездку, в 14-ю мою поездку, летели в Вегас, наш самолет был очень поздно, часов в 10, наверное, вечера. И поэтому я спокойно выспалась. Я спокойно выспалась. Это было чуть ли не первый раз, потому что как-то стараюсь всегда улетать с утра. Иногда в 6 уже нужно было быть в аэропорту, естественно. Тогда встаешь в 4 или в половине пятого, чтобы собраться. Неспеша. Я очень люблю неспешное утро, даже тогда, когда я куда-то улетаю. Но вот такой трепет о возможности опоздать, он присутствует. До сих пор присутствует. А я сказала, ничего не боюсь. Опоздать на самолет боюсь, наверное, потому что был опыт, когда пересадка, и вы опаздывали на свой самолет, и нужно было оставаться где-то в гостинице. То есть сейчас-то это нормально. А в России это дополнительные платы, достаточно существенные. И чаще всего, когда мы возвращались из отпуска, у нас просто этих денег не было. Хоть в аэропорту сиди, ужас какой-то. Наверное, оттуда ноги растут. Сейчас уже можно не бояться. Хотя я и здесь летела из Солт-Лейк-Сити, вот рядышком, и на стыковочку опоздала. Но в Америке это все решается очень просто. У меня просто был чемодан сдан. Поэтому мне выдали и зубную пасту, и зубную щетку, там все, что положено, вот этот наборчик, чтобы вы себя в порядок в гостинице привели, выдают прямо в аэропорту. Но все равно хочется в этот день прилететь. И после того я стала брать билеты на самолеты, если есть прямой рейс, то прямой рейс. Чтобы без стыковок, чтобы вот так не опаздывать. Лучше немного переплатить за прямой рейс. Они обычно дороже, чем те, которые со стыковками, но зато в такую ситуацию не попадаешь. То есть я жизненные уроки из этого вынесла, а вот трепет душевный до сих пор остается, каждую ночь не высыпаясь перед полетом. Так, чего же я так долго боялась? Но только на грани душевного краха мы жить начинаем без этого страха. Я не думаю, что это на грани душевного краха. Я думаю, что это приходит с возрастом, с мудростью. Вот этого не боюсь и вот этого не боюсь. А когда я вот еще прошла вместе с мужем вот эти ступени перед его уходом, я как-то и раньше не боялась смерти. У Полиенко есть многократное повторение мудрости о том, что будьте готовы умереть здесь и сейчас или жить. По-моему, он говорит 500 лет. Но не знаю про 500 лет, а следующие 30 лет я точно готова прожить в этой стране. Это возможно и это нормально. И готова к тому, что если случится что-то завтра, то я к этому готова. Ну, вот полнейшее осознание того, что я этого не боюсь, пришло вот с уходом Джеймса. Вот с его уходом это пришло. То есть я и раньше понимала, что человек, который уходит в мир иной, он находится в лучшем состоянии тех, кто остается здесь без него. И я впервые эту фразу сказала сыну, когда он был в армии, а его дед по отцовой линии ушел в свои 60 лет. Он даже до 61 года не дожил. А сыночка был в армии, и я ему говорила, деду-то нормально, вот бабушке здесь очень тяжело. Он меня тогда не понял. Он сказал, как ты можешь говорить, что деду нормально? А я знаю, что здесь оставаться сложнее и сложнее самым близким людям. И я вот ездила на вторую годовщину моего мужа и встречалась с семьей. И я их заранее пригласила. Как только билеты купила, я их пригласила. Сказала, будет вот поминальный ужин, и я приглашаю всех, кто сможет прийти. И почти все мне написали, два года уже, ой, как быстро. То есть я единственная, я единственная, которая до сих пор несет груз этой утраты, такой тяжелой. По сравнению с его сестрой, по сравнению с его племянницами, внуками, и дочерью даже. То есть я-то отсчитываю, я-то отсчитываю. Опять 27-е. Опять 27-е. И в этот раз мы ехали с Ритой, с его сестрой, как всегда, на кладбище. Я когда там жила, мы 27-го каждого месяца ездили на кладбище. Ну, а тут ехали уже на два года. И я снова роясь в том, что вдруг где-то моя вина, вдруг я где-то что-то недосмотрела. И зная о том, как Лэри ходит к врачу регулярно и отслеживает все-все-все, потому что у него тоже есть опыт, когда он жену потерял в три дня, не подозревая, что она умирает, он все это отслеживает. И я ей говорю, что если бы Джеймс вот ходил к врачу хотя бы раз в полгода, глядишь, и мы бы этого не проследили. А она говорит, значит, всему свое время. Вот тогда в машине у меня тяжесть с души еще была снята тем, что она меня поддерживает и знает, что я сделала все правильно. А потом уже позже анализирует этот наш разговор. Я подумала, господи, неужели из-за тени? Потому что мама же пережила Джеймса на полгода. А если бы Джеймс пережил, то они бы ее денежки поделили. Но не думаю, не хочется думать плохо. Думаю, что на самом деле человек просто старше меня и мудрее меня, и понимает, что что-то происходит в определенное время. У каждого у нас своя судьба, у каждого отмеренный путь. Но я считаю, что многое можно корректировать. Очень многое можно корректировать. Поэтому убираем все страхи, наслаждаемся каждым днем и надеемся на самое лучшее в нашем прекрасном будущем. А с вами была Галина Асми. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.